Слава Господу за это утреннее служение, которое нам Господь подарил. Часто мы забываем, время меняется, и вдруг мы помним пустые залы, проповедник проповедует, а там смотрят возле аппаратуры. А сегодня Бог послал милость нам, слава Ему. Заканчивая собрание, мы поразмыслим над Словом Божиим, которое я кратко прочитаю. Псалом 5. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. В нем легласу вопля моего, Цар мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Слава нашему Господу. Я помню, с детства любил журнал читать, Библию, и христианский журнал, значит, христианский союз. И там на первой обложке переложение Псалма 5. Услышь, слова мои, ты ныне слова моего, разумей твоей благостыния. Слова мои. Я встану рано пред Тобою. Поразмішляем над Словом рано. Хотя Бог благословляет и вечером. Но вот почему утром Господь посылал наибольшее благословение. Бог принимает особенно ночные молитвы, которые утром кончаются. Рассвет предбираем мы. Слава нашему Господу. И, ну, вот, книги Бития мы прочитаем, 28 глава. Там сказано, як Яков бежал от братца своей Слава там на родину, до родства своего. И мы читаем, та лестница ангелов, нисходящих и восходящих. И Господь провозглашал, земля, на которой ты лежишь, этого будет для потомства твоего. И мы читаем, и убоялся, и сказал Яков, как страшно сие место. Это не ноет, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Яков рано утром и взял камень, где долу положил. И поставил ее памятником, памятником, и возлил Илей наверх. И много Илея в него было в Торбинче. И возлил Илея. Мы другие места читаем. Тоже из книги Бития. И встал Авраам рано утром, пошел на место, где стоял предлицем Господа. Помните, Бог решил уничтожить Содом и Гомор. И он там знал, и племянник, праведник, и просит Господа. А если там 50, а если там 40 праведников? Нет, не уничтожу. Дошел до 10, там и 5 даже не было. Только лот с женой, двумя дочерями вышел. И та соляным столбом стала, оглянувшись назад. Встал рано. Там, где с Господом говорил он. Мы знаем место свое, молитвы наши. Даже в домах наших есть место. Одна сестра молила, слезы лила за сыновей своих. Умерла. И підлогу взрывают діти. Царь новый дом строит. Тут мать молилась наша. Ну, говорят, что там подлога, не, вот слез не погнеет подлога. Мать молилась тут. Дорогие друзья. И наибольшим мы читаем место за манну. 16 глава исход. Возроптал народ. 16 глава начала. И двинулись из Елима. И пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син. Что между Елимом и между Синаем 15 день второго месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израиля на Моисея на родном пустыне. И сказали им сыны Израиля. О, если бы мы умрили от руки Господней в земле египетской. Куда мы сидели у котлов с мясом. Куда мы ели хлеб до суда. И бы вывели бы нас в эту пустыню, чтобы все собрание этого умереть голодом. А они вспомнили, как плетки получали. Как тяжело работали над кирпичами, конечно. И сказал Господь Моисею, я одожду вам хлеб с неба. И пусть народ выходит, собирает ежедневно, сколько нужно, на день, чтобы не испытать его. Будет ли он поступать по законам ему? И вот мы читаем. И сказал Моисей, узнайте, когда Господь вечером даст вам мясо, и пишу, а утром хлеба досыта. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против меня. А мы что? Не на нас ропот наш, но на Господа. И читаем дальше. Двенадцатый стих. Я услышал ропот сынов Израиля, и скажи им, вечером будет мясо, поутро, носитесь хлебом, и узнайте, что я Господь за хлеб читаю. И говорили другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И сказал, сколько собирать. И там тоже нарушение было. Утром манна падала. Солнце восходило, пригоревало и расставало. Чудный хлеб. Подобно инью. Собирали, толкали в ступах или в жерновах лепёшки. И вкус прекрасный был. Как лепёшка с мёдом, а потом, если как, с елеем. Слава нашим. Только утром. Не было днём, не вечером. И мы можем перечислять и перечислять местописание, где Господь утром. И я буду росою для Израиля, пророка Иосии, мы читаем. И он распятёт, как лилия, и пустит корни своих оклеван. Это могучие деревья были там. Я буду росою, дорогой брат, друг, и я вместе, сестра, является Бог. Является ли Бог росою для тебя? Когда трудности, испытания, скорби, и там жжёт что-то такое, и вдруг Дух Святой начинает утешать эту роса. И забываешь всё, потому что Господь утешает. Никто так не утешит, не мать дитятий своего, как утешит Господь Духом Святым. Вот. Ещё местами полна Библия. Там, где за утро сказано, даже большая война была Израиля и с ночь чистым народом, Ефиопию. Больше миллиона вышла армия против них воевать. И мы читаем вторая книга про Липовенон, 20 глава, с 15 по 26 стих. Я часть такого прочитаю. И встали они рано утром, рано утром, и выступили в Кусыне Фикойской, и там начинают говорить хим-то армия. Верьте Господу, Богу вашему, и будьте твёрды. Верьте пророкам Его, и будет вам успех. И вместо этого воину поставили впереди хор. И когда начали воспевать, вы знаете, там, один другого убивал. И добычь три дня забирали. Долина Исафа, долина благословения. Слава нашему Господу. И мы ждаем за Иова, 1 глава, 5 стих. Иов посылал за ними, когда они там день рождения праздновали. Вот каждый раз Иова свящал. И вставая рано утром, возносил все свяжения по числу всех их, как делал Иова все дни такие. Дорогие друзья, мы ещё в псалмах читаем. Но я, 87-й псалом, 14 стих. Но я, Господи, к Тебе взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Готово сердце моё Божие, воспрань, псалтир, и узли Давид восклицает. Я встану рано, и буду славить Тебя среди племён. Есть чудный псалом. Утро юности прекрасной. Тут, чтобы сборник не вошёл. Утро юности прекрасной. Посвятитель для Господа, когда ещё не запятнено в сердце. И береги, так русское древнее пословие гласит, берегите честь молоду, берегите честь молоду, в страхе Божьем ходите, и будьте послушны родителям, и Бог благословит вас. И в Новый Завет обращаемся. 20 глава. Там начинается так. И вот царство небесно, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работник, виноградник свой. Утром работников, хотя там и ждать им 11 даже вышел, ничем не заняты были, целый день простояли. Там и одну плату всем дал. И вот, когда читаем Марка с первой главы 35 стих за Иисуса Христа, который творил чудеса, знамения, всё там, город пришёл вечером, и он исцелял. А вот читаем дальше. А утром встал весьма рано, весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Когда я избирал учеников, молился, и мы читаем за воскресенье Иисуса Христа, Мария, Магдалина, вот, и эти две подруги весьма рано приходят ко гробу. Потом в другое место читаем Иоанна, 20 стих, с первых стихов. Мария, Магдалина приходят ко гробу рано, когда было ещё темно, и видят, что камень вален, и пустой гроб. И можем прочислять. Дорогие друзья, утром, когда мы встали с постели своей, молились мы пред Господом, а может, спешили, да, не было, когда помолиться. Мне вспоминается сестра, там, Гуты, уже умерла, конечно, и мать, а работать надо было по лесу где-то больше 20 км ехать, и там рабочие занимались. Мама, уже нема куда молитвись, помолись за меня, помолись. имейте время, дорогие дети, найдётся всегда 10-15 минут помолиться. сёстры, дорогие, молитесь так же. Считайте Слово Божие и благословляйте детей своих. Рано утром, когда спят они ещё над каждыми из них, потому что время лукавое, злое время достало, и близок день Господа, и очень поспешает. Поэтому будем славнее Господа. И утром, и в полдень, и вечером молился Даниил и обращал лицо своё Иерусалиму за всё хвало нашему Господу. И за это утрешнее собрание пришли как манну собирать, что мы собрали в сусуды свои, о чём, говорили братья, вложилось ли в наше сердце. А в данный час поблагодарим за это собрание. Склоним колено и будем валиться пред Ним.